Прогноз мировой рецессии и экономические перспективы недвижимость кризис. Китай привет всем. Перспективы мировой экономики на 2023 год неутешительны. Международные финансовые учреждения прогнозируют, что следующий год будет ощущаться как глобальная рецессия для миллионов людей, особенно из стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Это опасение подкрепляется несколькими историческими показателями, мировая экономика переживает самое резкое замедление после посткризисного восстановления с 1970 года, глобальное доверие потребителей упало гораздо более резко, чем когда-либо, а уровень инфляции постоянно растет из-за повышения процентных ставок. Тарифы. Три крупнейшие экономики мира, Соединенных Штатов Америки, Китая и еврозоны демонстрируют низкие темпы роста, и средний удар по экономике вызовет глобальную рецессию. В то время как мировая экономика восстанавливалась после мощного удара во время пандемии COVID-19, российско-украинская война еще больше усугубила глобальный экономический кризис. Это не только продолжающийся гуманитарный кризис, она также спровоцировала массовый скачок цен на энергоносители, невиданный с 1970 года. Рост цен на энергоносители наносит ущерб мировой экономике, и Международное энергетическое агентство назвало это первым по-настоящему глобальным энергетическим кризисом, который будет иметь далеко идущие последствия, если европейские хранилища газа закончатся. Еще одним фактором, способствовавшим постепенному снижению темпов роста мировой экономики, является нарушение экономической активности в Китае в результате стратегии нулевого уровня ковид-президента Си Цэзиньпина. Китай сильно пострадал в экономическом плане из-за массовых блокировок целых городов и регионов. Волны нестабильности и неопределенности экономики Китая, вероятно, еще долго будут ощущаться по всему миру. В Соединенных Штатах федеральные резервы повысили процентную ставку, рост инфляции, ужесточение рынка труда и замедление деловой активности вызвали опасения по поводу рецессии. Мир приближается к серьезному экономическому кризису, и глобальная рецессия кажется неизбежной. Что это значит для экономики Пакистана? Пакистан переживает сильнейший экономический кризис из-за сочетания внутренних и внешних, политических, экономических и природных угроз. Восприятие риска дефолта Пакистана растет с каждым днем. С постоянно растущим долговым бременем, сокращением резервов, ростом инфляции, массовой девальвацией рупии, медленными темпами роста и растущим напряжением между Исламабадом и МВФ. Недавнее наводнение усилили давление на и без того стагнирующий экономический рост, а еще больше ухудшившейся политической системы и надвигающейся угрозы рисуют очень мрачную картину экономических перспектив Пакистана в 2023 году. Экономический рост и развитие требуют политической стабильности, надежного управления и достаточного государственного потенциала. Подпишитесь на канал. Пакистан, государство, зависимое от МВФ, уже провел 22 из последних 30 лет в дюжине различных программ помощи МВФ и в настоящее время стремится получить больше ренты для управления правительственным аппаратом. Нынешняя власть застряла между молотом и наковальней, то есть победой на выборах или принятием жестких экономических решений и вызыванием общественного гнева. Из этого кризиса нет простого выхода. На протяжении всей истории экономика Пакистана характеризовалась нестабильностью роста, и без надлежащей подготовки рецессия может нанести непоправимый ущерб государству и его финансовой стабильности. Подпишитесь на канал.